Первые шаги Другое дело выступать дома, в стенах, где тебя любят и знают. Другое дело, когда ты выходишь на сцену другого учреждения, где рядом дети другие, которые также волнуются. И для наших детей это очень важно и очень волнительно. И я думаю, что, наверное, как в спорте, всегда момент соревновательности и для музыкантов он тоже значим. Потому что в соревновательности, когда ты должен собраться силой, собраться все свои таланты, побороть свое волнение, сделать этот шаг и стать лучшим, это всегда хорошо. И не важно, станет ли ребенок в будущем профессиональным музыкантом. Он будет знать, что наступают в жизни моменты, когда нужно собраться, побороть волнение и показать все, на что способен, добавляет Наталья Федоровна. С волнением на сцене справились? Чего не скажешь о ступоре перед камерой. Его пока не у всех получается преодолеть. Но это не главное. Надя Абышева знает, что важнее не забывать заниматься дома, не пропускать занятия и стараться. Тут на помощь приходят родители. С ними нам повезло. В один голос вторят все педагоги-дебютантов. Если мама и папа заинтересованы в успехе, то все получится. Родители привели. Тебе понравилось? Да. И ты решил остаться? Да. Педагог Максима Айнура Жакенова. А ее учитель теперь уже коллега Тамара Кузнецова. Сразу четырех ее первоклашек можно поздравить с удачным дебютом. Среди них вот этот непоседливый юноша Ярослав Судаков. Смотришь на него и диву, даешься. Как хватает терпения разучить произведение до конца. Но в этом и суть занятия искусством. Творчество способствует всестороннему развитию личности. И эмоциональность, и живость ума здесь не помеха. Я исполнял вишну ночью и Барбоскина. Скажи мне, а долго вы изучали эти произведения? Долго учили? Нет. Сколько тебе времени понадобилось? Мне понадобилось два дня и три. И три ночи, наверное? Нет. Нет? Ночью не занимаешься? Нет. У него просто старший брат занимается скрипкой. И в четыре года ему этот инструмент очень нравился. Но наблюдая, как много старшему приходится работать. И на скрипке там, по-моему, второй инструмент фортепиано. Он определился все-таки фортепиано. Ему и внешне больше понравилось. На мой взгляд, музыка по-любому помогает. Потому что, во-первых, развивается сразу два, две половины мозга, то есть ребенок. И надо очень хорошо собраться, чтобы правильно сыграть то, что от тебя требуют. Они же там также учатся музыкальной грамоте. Это надо прочитать. Эти ноты и еще двумя руками правильно сыграть. Помогает сто процентов. И еще устичивость. Обязательно. Она всегда потом поможет. Если у нас будут плохие ручки, и мы не освоим с тобой клавиатуру, Занятия в школе искусства дважды в неделю дома ежедневно. Хотя для большинства первоклашек это вовсе не урок, это игра, веселое увлечение. Мне нравится, мне хочется остаться, я не устаю. Хочется еще позаниматься? Да. Большое внимание на первых порах уделяется технике, красивой и правильной постановке рук, осанке, умению читать с нот. Ангелина схватывает на лету, и это не только ее заслуга, но и родители, которые также работают над этими первыми шагами в искусстве. Естественно, что каждый ребенок индивидуальность. Один медлительный, другой быстро схватывает. Очень много зависит от парада, какой парад по природе. Очень много, потому что у одного сразу рука становится, у другого это может на год растянуться. Очень много зависит от того, какие родители. 50% успеха. Особенно у маленьких, потому что здесь важна система, а систему можно наладить только с помощью родителей, особенно на первых порах. Вы знаете, очень мало приходит детей, когда все, там и музыкальность, и ритмы, восприимчивость, эмоциональность, там только составляющих, и только профессионал может знать. Иногда, как говорится, вот зацепь, сейчас за палец, за пальчик, ну что, ну он прогибается от природы. Он неустойчив, он свод не держит. И никто не знает, как быстро это закончится, правильно? Даже если старается на ребенок, опять же, это физиология. Вот тут надо проявить большое умение, терепение, профессионализм преподавателю. Победив конкурсе «Первые шаги», Аня Николашина, еще одна ученица Тамары Кузнецовой, уже успела поучаствовать в зональном фестивале конкурса «Юные дарования». Музыкальным даром она не обделена, но этого для того, чтобы стать хорошим музыкантом, мало. Надо узнать ноты, надо заниматься, развивать пальцы. Все герои нашего сюжета учились в подготовительном классе. Тамара Михайловна, педагог со стажем работы в четверть века, уверена, что именно это способствует такому стремительному росту и помогает ребятам быстро разучивать новые пьески и легко совершать свой творческий путь. Ребенок уже, во-первых, за этот год привыкает к системе занятий. У него уже развивается слух, он уже представляет, зачем он идет. Это большое значение имеет. Про одаренность говорить, знаете, как-то я не рискую. Всегда с самого начала. Потому что одаренность, не подкрепленная трудолюбием, ничего не значит. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Двум минутам без запинки исполненного произведения на конкурсе предшествуют недели усердных занятий. А вот пользу для развития личности в целом уроками и дипломами не измерить. Попробуй еще раз. С увлечением. Развивай, развивай. Развивай. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...